Будда учил, что в жизни мы постоянно испытываем страдания, причиной которой являются давлеющие над нами желания. Обрести внутренний покой можно, следуя восьмеричному пути, который приведет нас к достижению нирваны – состоянию сознания, в котором человек не испытывает алчности, ненависти и невежества, но находится в состоянии внутренней гармонии, чувствует глубокое сострадание ко всему живому. Согласно учению Будды, чтобы последовать этому пути, человек должен стать монахом или монахиней, порвать все земные связи и дать обет безбрачия. Мудрецы не называют сильными оковы из железа, дерева или волокон. Гораздо сильнее оковы желаний, сделанные из золота и драгоценных камней. Эти оковы кажутся гибкими, но они тянут человека вниз, их трудно преодолеть. Поэтому некоторые люди сбрасывают эти оковы, отказываются от мясской жизни и следуют по пути отречения от удовольствий. Однако многие люди не ощущают в себе признания принять монашеский сан. По мнению Будды, в этом случае они должны вступить в брак и быть хорошими мужем или женой, отцом или матерью. Тогда они также пойдут по пути духовного роста и на них снизойдет великое благословение. Поэтому Будда уделял большое значение семейным отношениям, считая, что они могут стать для человека источником огромного счастья или привести к страданиям. Поддерживать отца и мать, заботиться о жене и детях, иметь мирные занятия, быть щедрым, добропорядочным, помогать близким и вести себя без греха. Вот в чем величайшее блаженство. Буддизм учит, что чувства, которые многие люди называют любовью, это больше наша потребность в других людях, нежели желание их благополучия. Когда один человек говорит другому «я люблю тебя», это часто означает «ты мне нужен». Если бы мы по-настоящему любили какого-то человека, мы бы неустанно стремились к его счастью. А вместо этого люди неустанно заботятся лишь о своем собственном благополучии. Именно эта потребность в другом человеке, обусловленной эгоистичными желаниями, создает проблемы и страдания и отношениях между людьми. Будда не говорил о существовании Бога. Он считал, что размышления о существовании и происхождении Бога будут отвлекать человека от стремления к духовному росту и самосовершенствованию. Поэтому, когда набожный человек как-то спросил, кто такие боги, Будда ответил «пусть вашими богами будут отец и мать». Другими словами, лучший способ служения Богу – служение своим родителям. Будда проповедовал, что материнская любовь ближе всего к чистой любви или состраданию. И именно она более всего доступна пониманию простого человека. Как мать способна отдать жизнь за свое дитя, так и вы должны относиться ко всему живому. Буддисты считают, что размышляя о доброте матери, можно прийти к пониманию того, что же такое вообще истинная самоотверженная любовь. Вот что сказал один из буддистов о своей матери. «Благодаря доброте моей мамы передо мной открылась возможность пользоваться моим физическим телом и вести ту жизнь, которую я веду. Если бы она не заботилась обо мне, пока я был в ее чреве, я бы не родился на этот свет. Если бы она не кормила меня после моего рождения, я бы не смог развить возможности моего тела. Мои глаза не смогли бы видеть красоту этого мира. Мои уши не смогли бы слышать самые прекрасные звуки. Мой нос не смог бы наслаждаться изумительными ароматами. Мой язык не смог бы вкушать различные деликатесы. Мое тело не смогло бы наслаждаться сексуальной любовью. И я не смог бы иметь детей. И умением, и творческой силой моих рук я также обязан доброте моей мамы. Моя мама всегда заботилась обо мне, хорошо кормила меня, защищала меня от опасностей, направляла меня в жизни и заставляла меня учиться. Так, что теперь я могу жить спокойно и имею добрую репутацию. С того момента, как я помню себя, она беспокоилась и заботилась обо мне. Одна из буддийских медитаций посвящена осознанию доброты мамы. Вы можете попробовать его. Закройте глаза, чтобы избежать внешних отвлечений и попытайтесь представить себе свою маму. Или того человека, который для вас ассоциируется с образом идеальной мамы. Или того, к кому вы относитесь как к маме. Подумайте о том времени, когда она заботилась о вас. Когда вы были ребенком, вспомните о тех играх, в которые вы вместе играли. О том, чему она вас научила, что она вам дала. Как она о вас заботилась, когда вы были больны. Пусть все воспоминания возвратятся к вам. Затем задумайтесь над утверждением. Мать любит своего ребенка, не ожидая ничего взамен. Больная и уставшая, выбившая из сил. Она сделает все, что в ее силах, чтобы помочь своему ребенку. Даже если ребенок безразличен к ней или предает ее, мама будет продолжать любить его и заботиться о нем. Попытайтесь возвратить в себе чувство тепла и благодарности к своей маме. Семейная этика. Будда впервые проповедовал свой кодекс социальной этики для людей, выбравших мирской образ жизни. Обращаясь к молодому человеку по имени Силья, в этой речи Будда раскрыл обязанности родителей и детей, мужей и жен, учителей и друзей. Проповедь Будды была записана и теперь известна под названием Сигилавада Сутта. Обязанности родителей. Будда учил, что есть пять способов проявления родителями любви к своим детям. Уводить их от зла, побуждать их делать добро, обеспечить их образование, устроить им подходящий брак, передать им свое время наследство. Первые несколько лет жизни очень важны для нашего формирования. И самое большое впечатление в это время производят на нас наши родители. Мы впитываем не только то, что они говорят, но и их самих, и их поступки. Мы входим в мир, будучи созданными ими, и наследуя их моральные ценности. Вот почему необходимо, чтобы родители были хорошим примером для своих детей. Жизнь в буддийской семье полна любви, радости и смеха. Существует древняя традиция одаривания – дарить пищу, подарки, гостеприимство и помощь. Дарище получает от этого огромное удовольствие. Семья для буддистов – это близкое духовное единство людей, где уважение друг к другу не только наполняет разум, но и выражается в словах и поступках. Порядок в семье поддерживается не страхом наказаний, а доверием и взаимным уважением. Будда учил, что зло само по себе является наказанием. Оно делает нашу жизнь уродливой, и даже после многих лет наслаждений все равно приводит нас к горькому сожалению и раскаянию. Согласно учению Будды, существует пять способов, при помощи которых дети должны выражать свою любовь и уважение к родителям, поддерживать своих родителей, исполнять свои обязанности по отношению к ним, поддерживать и сохранять семейный уклад и традиции, вести себя так, чтобы быть достойными наследства, исполнять свой религиозный долг и приносить религиозные дары родителям даже после их смерти. Будда говорил, что дети никогда не смогут отплатить своим родителям за то, что те дали им жизнь, за всю любовь и доброту, которую те подарили им. Если же родители не живут в соответствии с правилами предписания, дети должны не отвергать их, а помочь им измениться. Кто бы не побуждал своих неверующих родителей, заставляет их обрести веру. Кто бы не побуждал своих безнравственных родителей, заставляет их стать нравственными. Кто бы не побуждал своих скупых родителей, заставляет их стать щедрыми. Кто бы не побуждал своих неразумных родителей, заставляет их стать мудрыми. Так ребенок, делая это, может отдать свой долг и даже более чем долг своим родителям. Учение Будды по поводу брака основано на том, что каждая мысль, действие и слово должны быть направлены на благо супруга. Поэтому брак не должен заключаться под влиянием импульса. Решение о нем созревает на основе усиливающего взаимопонимания. Кроме того, брак заключается не только для двоих. Согласно традиции буддизма, супруги должны заботиться о своих родителях, детях и любом члене обеих семей, который нуждается в поддержке. Поэтому брак заключается ради интересов общины, а не только для счастья двоих. Как и любой жизненный опыт, брак должен помочь нам стать лучше. В супружестве мы можем развить свои духовные качества, научившись терпению, умению, сосредотачиваться и мудрости. Наш супруг является нашим попутчиком и наставником на этом пути просвещения. Команда канала ZAN Online благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо! Благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил. Реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео. С уважением, Максим Цыденов. Если и муж, и жена стремятся быть друг с другом до конца своей жизни на земле и в своей будущей жизни, у них должна быть единая вера. Одни и те же добродетели – одинаковое великодушие и одинаковая мудрость. Тогда они не потеряют друг друга из виду до конца своей жизни на земле и в будущей жизни. Будда полагал, что в браке каждый из супругов должен принимать на себя различные роли, с помощью которых он сможет дополнять другого. Нет смысла превосходствия одного над другим. Превосходство заключается в верности, мягкости, щедрости, спокойствии и посвящении себя праведному пути. Существует пять способов, которыми хороший муж выполняет свои обязанности по отношению к жене. Почитание ее, уважительное к ней отношение, верность, признание ее авторитета, проявление своей любви к ней с помощью подарков. Есть пять способов, которыми хорошая жена проявляет любовь к своему мужу. Хорошее ведение домашнего хозяйства. Гостеприимность по отношению к членам его семьи, а также своей семьи. Верность. Забота об имуществе семьи, мастерство и трудолюбие в исполнении своих обязанностей. Также Будда говорил, что хорошая жена относится к мужу с любящей симпатией, как мать, проявляет к нему уложение и почитает его, как младшая сестра, рада в любое время видеть его и быть с ним, как лучший друг. Послушна и верна ему, как верный слуга семьи. Согласно традиции перед женитьбой, человек, исповедующий буддизм, должен провести хотя бы три месяца в монастыре, чтобы изучать буддизм и совершенствовать свою духовную жизнь. Только после такого обучения человек считается достойным того, чтобы стать мужем. Обычно первым вопросом к жениху бывает, завершил ли он свое пребывание в монастыре. В большинстве буддийских общин бракосочетание не является религиозным обрядом, хотя утром этого дня в дом невесты приглашаются монахи. Им предлагают специальную праздничную трапезу, и в ответ они читают отрывки из буддийских писаний, призванные защитить невесту и жениха. Затем, до того, как начинается обряд бракосочетания, монахи возвращаются в монастырь, они никогда не участвуют в самой церемонии. Будда не осуждал сексуальное влечение, но указывал, что к нему можно относиться по-разному. Мы можем зависеть от нашей сексуальности в той мере, в какой она дает нам праведное, земное удовольствие и счастье. При этом оба, и мужчина, и женщина, сильно зависят друг от друга. Мы можем злоупотреблять сексуальностью и извращать ее похотью, ненавистью и алшностью. Если мы будем поступать так, то принесем боль и страдания и другим людям, и самим себе. Мы можем жить, не будучи зависимыми от сексуальности, но и не игнорируя ее, естественную природу. Таким образом, мы освободимся от зависимости от нее. Последнее, есть средний путь, в котором сексуальность признается и воспринимается с пониманием, но без потворства тем ее правлениям, которые ведут к страданиям. При этом, человек перестает быть рабом своих сексуальных желаний. Буддизм учит, что только в браке мы можем испытать любовь, свободную от походи и чувства вины, так как здесь секс становится естественным выражением глубоких любящих отношений. Буддисты считают, что сексуальные отношения вне брака приносят страдания, так как, будучи основаны главным образом на стремлении к удовольствию, а не на истинной любви, они препятствуют нашему духовному росту. Наши желания приобретают в этом случае еще большую власть над нами, и мысли о сексе заполняют наш ум. Используя других людей как средство для удовлетворения наших собственных желаний, мы никогда не сможем по-настоящему узнать этих людей. Это вносит в отношение пустоту, и вследствие этого чувство одиночества. Чтобы убежать от одиночества, люди пытаются найти другого партнера, тем самым только усугубляя проблемы. Для буддистов сексуальная свобода – это свобода от власти сексуальных желаний. Верность в браке признается абсолютной истиной. Согласно учению Будды с момента заключения брака, мужчина должен почитать всех женщин, кроме своей жены, как мать, сестру или дочь, в зависимости от их возраста. Четыре вещи случаются с безрассудным человеком, который живет с чужой женой. Он унижает себя, его удовольствие беспокойно, люди его обвиняют, он попадет в ад. Да, деградация души, беспокойное удовольствие, опасность преступления закона – дорога в ад. Имея в виду все это, пусть человек не охотится за чужими женами. На этом все. С уважением. Команда канала Зван Онлайн. Калмыцкие небылицы, приметы и гадания. Три жемчужины калмыцкого фольклора в одном издании. Вышла книга, которая обещает стать библиографической редкостью. Сказка «Далунхойрхудл. 72 небылицы». Рассказ-диалог «Кемельхын. Приметы 25-го позвонка овцы». И образец гаданий «Далуншиндже. Гаданий по баране лопатке», представленный в очерке народного поэта калмыки Константина Эрендженова, это любимые и уникальные произведения устного творчества нашего народа. Тексты даны на калмыцком языке и в переводе на русский. Самобытные, яркие иллюстрации Ирины Надбитовой прекрасно передают удивительный калмыцкий традиционный и сказочный мир. Книга будет интересна как взрослым, так и детям. И станет прекрасным подарком каждому, кто интересуется калмыцким фольклором. Первый альбом для новорожденного на калмыцком языке. «Mendift NB. Здравствуйте, это я». Так жизнерадостно называется этот альбом. Стильный, современный дизайн, текст на калмыцком и русском языках, а также информация о калмыцких обучаях и традициях, связанных с рождением детей, делают его уникальным. Вы узнаете о составлении гороскопа для новорожденного, а также о таких важных моментах, которым наши предки уделяли особое внимание, как положение в колыбель, разрезание пул, бросание шапки под ножки, начинающим уходить, срезание первородных волос. Этот альбом станет замечательным подарком каждой молодой калмыцкой семье по поводу рождения ребенка. По вопросам приобретения обращайтесь по номеру телефона, указанного на экране.